Ни за что не догадаетесь, что вот в этом чемодане. Давайте, даю 3 секунды для размышления, на что это похоже. Это не муж на дом, это всего лишь объектив. В общем, приехали мы в Хорнбурга-Хон. Это озеро, расположено оно где-то в 300 километрах от Стокгольма, 320-330. И как бы не сложно догадаться, почему мы здесь. Вы слышите эти крики, а здесь в это время слетаются журавли. На этом озере подсчитаны все журавли. Сейчас на данный момент 12200 журавлей. Вообще, статистику по количеству журавлей можно узнать на сайте. Все написано. Вот сейчас месяц самый такой оживленный. Самая оживленная неделя сейчас. Да, даже самая оживленная неделя. Последняя неделя март, первая неделя апреля. Они тут пары создают. В общем, такое романтичное место. На сайте у них также есть несколько камер, веб-камер, которые показывают также, где и в каких местах можно поснимать журавлей. Нашли тут очень важную подсказку по птицам. Ну вот Трана, мы теперь все знаем, что это журавль, серый журавль. А вот остальные. На самом деле интересно, но мы большинству, в принципе, сегодня уже увидели. Гро Хеггер, это, кстати, цапля. Гра Хеггер Гра Хеггер Продолжение следует... 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 это декорации для детей. Нашли такую избушку здесь со стулочками от ветра. Называется это в Гомстелле, Гомстюбе. Здесь можно закрывшись от ветра понаблюдать. Здесь написано, что в седебре 2017 года крон принцесса Виктория посетила Фогель-Людда. Это место. Часть этого знаменательного события открыли скамейку здесь. Крон принцесса Виктория это та, кто будет следующая на престоле. Сегодня их, как ни странно, больше 13 630, но при этом озеро, откровенно говоря, пустое и даже тихо в принципе. А хотя они, может, просто немножко подальше из этого места отлетели. Очень, конечно, прикольно наблюдать, как журавли, планируя, приземляются. Но поймать этот момент на видео вообще нереально. В общем, удача, наверное, больше, если вот у тебя случайно объектив будет снимать какое-то место, и вот туда будут приземляться журавли. А на телефон, к сожалению, вообще не видно. Потому что они реально, они очень забавные. У журавлей очень большие крылья, и поэтому они могут планировать по потокам воздуха. И когда они садятся, они вот именно планируя садятся, то есть они как бы, как такие, как парашютисты, можно сказать, приземляются. И, конечно, это смотреть, наблюдать за этим очень классно. Мне уже напоминают советские пылесосы. То есть вот тело такое большое, тяжелое, и такой шлак тонкий торчит. Типа шея и голова. Или гравитсапу, гравитсапу. Вот это вообще хорошее сравнение. Просто посмотрите на интерес к этому явлению. Мы приехали на другую точку, но тут что-то вообще никого нет. Где такое, где? Вот там далеко можно увидеть гуся. И вот там три лебена, и обычные водки между. В общем, на всех этих пунктах, на первых, где было очень много журавлей, там есть карты. Можно эту карту взять и посмотреть, в каких еще точках можно подоблюдать за птицами, какими птицами. Но, конечно, тут не предугадать, потому что вот мы приехали на другую точку. И, ну, как бы здесь вообще никуда. То есть единственная возможность понаблюдать за журавлями, это на южной части озера. И все, больше их как-то нигде и нет. У меня потрясающий луг. Сегодня очень ветрено, поэтому навряд ли я буду снимать какие-то разговорчики и комментарии на улице. 4 градуса. Мы надели на себя все, что было с собой взято. Но можно было взять и побольше, и потеплее вещей, конечно. Ой, оленя. Ну, так вот, продолжим. В принципе, это такое увлечение, оно достаточно специфическое, можно так сказать. То есть не у каждого есть фотоаппарат, не у каждого есть техника, объективы. Да, потому что журавли, они расположены достаточно далеко от наблюдателя, метров 100, наверное. И для этого, конечно, нужна специальная техника. Но, в принципе, я смотрю, было очень много посетителей. С обычными телефонами приходили, снимали. Это интересно наблюдать снаружи, вот как бы со стороны, как эти журавли там танцуют, галдят. И вообще такое, да, скопище этих журавлей. На это интересно посмотреть. Интересно то, что ты этим занимаешься и на свежем воздухе. Какие советы можно дать? Мы взяли в аренду объектив на выходные 150 на что. И вообще классно. Это, мне кажется, даже отличный совет для тех, кто хочет выбрать себе какой-то объектив, технику. И ее затестить. Вот можно взять в аренду, затестить на выходные, подумать и понять, нравится или нет. Вот, и потом в дальнейшем купить, потому что все-таки объективы это совершенно не дешевое удовольствие для покупки. В общем, мы вот затестили вчера, нам вообще объектив очень понравился. Вот. Рассказывать, в принципе, больше, наверное, и нечего. Надо брать с собой теплую одежду, чай в термосе, бутерброды. И кайфовать от того, что ты на солнце, на природе, дышишь свежим воздухом. И все-таки как-то наслаждаешься вот этим общением, контактом с природой. И тем более сейчас, в принципе, очень сложно куда-то выехать. Поэтому как альтернатива, вот если думаете, чем вы заняты таким интересным ходом, пожалуйста, отличный вариант.